Волга! Компания «Погода в доме» всегда с вами! Волга Челябинска и всего сотни километров от Магнитогорска. Расположен этот город в Уральских горах и известен тем, что здесь работает горно-обогатительный комбинат, который начал свою работу в 1955 году и производит этот комбинат 65% цинкового концентрата России. А еще этот городок славится тем, что здесь играет команда «Горняк». Она, конечно, моложе своего города, который был официально образован 1 февраля 1963 года, но вот уже эта команда прославилась тем, что стала одним из лидеров зоны Урал-Поволжье. Удачная команда выступает, но поднишь ты, разбери в сегодняшней зоне Урал-Поволжье, кто лидер, а кто аутсайдер, кто фаворит, а кто поставщик очков для этого фаворита. И этот матч, забегая вперед, скажу полностью, это подтвердил. И начинается этот матч атаками «Горняка». Вот опасный штрафной зарабатывают хозяева и бьет поворотом «Волги» Константин Жильцов. Мяч проходит рядом со штангой. Но и «Волга» не собирается в этой встрече, отсиживается в обороне, потому что потерпела в прошлом туре наша команда обидное поражение дома от «Химика» со счетом 0-2. И вот «Волга» переходит на половину поля соперника. Правда, атака не удалась. Мяч уходит за лицевую линию. Казалось бы, банальный вынос от своей штрафной площадки. Но ошибается голкипер, хозяев Сергей Котов, и дарит мяч нашему нападающему Ивану Лужнику. Вот адресует его Марату Сафина. И нарушает на нем правила Константин Жильцов. Тот самый, который недавно еще исполнял штрафной, бил поворотом Рената Соколова. Вот получает он желтую карточку. А «Волга» получает право на опасное штрафное. И готовится пробить Михаил Мустафин. Удар, и мяч летит точно в угол. Вторую ошибку за последнюю минуту совершает голкипер Горняка Сергей Котов. И счет в этой встрече открыт. 11-я минута Михаил Мустафин. 1-0. Очень неожиданное начало встречи. Все-таки фаворитом этого поединка считался Горняк. Но на беду Горняка случилась в «Волге» буквально за несколько дней до поединка отставка главного тренера Владимира Усюкова, который не проработал с командой и полугода. И вместо него исполняющими обязанности главного тренера назначен Сергей Седышев. Один из самых успешных тренеров за всю историю «Волги». Видели мы очень опасную атаку Горняка. Бил поворотом капитан команды Максим Токарев. Но Ильдар Вагапов в отчаянном прыжке вынес мяч с ленточки ворот на угловой. И продолжается атака Горняка. Второй угловой подряд. И Илья Дереглазов самым осторопным оказался в этом моменте. Вынес мяч подальше от владения Рената Соколова. «Волга» ведет 1-0. Но Горняк на глазах своих болельщиков не собирается сдаваться на милость победителю, на милость «Волги». И продолжаются его атаки. И снова очень жарко в штрафной площадке «Волги». 23-й номер Максим Петрук с мячом. Пытался он снова навесить в штрафную площадку «Волги». Но защитники ульяновской команды ликвидировали угрозу. Перели мяч на угловой. Но это еще не все. Горняк по-прежнему идет вперед большими силами. И здорово. По центру играют футболисты Горняка. И снова дальний удар. И снова мимо ворот. Только отбивается «Волга», видимо, в первом тайме. Провела наша команда одну хорошую атаку. В самом начале поединка забила гол. И вот теперь играет на удержание счета. Еще один дальний удар. И успел переложиться Ренат Соколов после рикошета. И отвел угрозу, очередную угрозу от своих ворот. Заканчивается первый тайм. Но продолжается пожар в обороне «Волги». И только отчаянные действия защитников спасают нашу команду от неприятностей. И Огарняк все лезет и лезет вперед. И очередная атака. Теперь уже правым флангом. По центру мы видели, как открывали горняки. Теперь уже по флангу. И справляются с этими атаками волжане. Заканчивается первый тайм. Звучит свисток на перерыв. Давайте быстренько посмотрим статистику первого тайма. Полное преимущество территориального горняка. Но преимущество «Волги» по счету 1-0. 11 минута. Михаил Мустафин. Пока «Волга» везет. Второй тайм матча между Горняком и Ульяновской «Волгой». 1-0 «Волга» ведет после точного удара со штрафного Михаила Мустафина на 11-й минуте встречи. И вот этот единственный гол определяет то, что горняк во втором тайме будет лезть большими силами вперед. И вот очередная атака. В ней игры фиксирует арбитры совершенно справедливо. Но горняк на этом не останавливается. И издали теперь уже бьют футболисты горняка. Мяч на стит над перекладиной. Интересно было бы узнать, если бы мяч впадал в створ. Смог ли его парировать голкипер Ренат Соколов. Взамену в составе ульянской команды Марат Сафин уходит. Выходит на поле нападающий Сергей Евин. Но пока «Волге» не до атаки. Она обороняется. И очередной момент в шарфной площадке ульянской команды. Что это было? Это была ассимуляция. В этом эпизоде очень верно разобрался главный арбитр встречи. Москвич Дмитрий Веселов. Но вот одна из редких атак ульянской команды Сергей Евин. Своя любимая бьет левой. И чуть-чуть мяч разменулся с девяткой. 1-0 «Волга» ведет. Но горняк давит. Серия замен в составе училинской команды. Ей нужно отыгрываться. Очередная атака. И, казалось бы, Ренат Соколов надежно забирает мяч в руки. Что здесь может быть? Но момент имеет продолжение. Алексей Сапогов вот таким способом лишает Рената Соколову мяча. И забивает его в пустые ворота. Однако гол арбитра встречи Дмитрия Веселов не засчитывает. И совершенно справедливо. В таких случаях, согласно правилам, назначается свободный удар. А слишком активный нападающий. Получается желтая карточка. Очередная атака. Ренат Соколов на выходе безупречен. И звучит финальный свисток. Волга победила. Пусть это была не яркая, пусть не эстетичная по футбольным меркам. Но это была победа. Статистика матча. Есть преимущество Горняка и по владению мячом, и по угловым, и по ударам. Но Волга выиграла 1-0. Послушаем участников матча. Мы собрались, решили сыграть как единый коллектив. Уже отступать некуда просто. Это поражение с Дзержинским. Уже просто некуда отступать. Решили сыграть с обороной надежно, чтобы в момент он найдется. И вот так получилось. Хорошо, что добили. Я считаю, что сегодняшняя победа – это тоже победа Евсюкова. Потому что к сезону готовил он ее, Владимир Николаевич. Я думаю, что я ему уже позвонил, поздравил. Закладывал фундаментон. И я просто сегодня родной команде помог. Я поздравляю команду соперника, которая на самом деле проявила мужество, характер, которая позволила им увезти от нас три очка, что закономерно. Как нельзя удачно сложился для Волги седьмой тур первенства России. Она выиграла в Училах 1-0, а главные ее конкуренты – Челябинск, Уфа и Нефтехимик очки потеряли. А Нефтехимик проиграл в Казани. На последней минуте пропустили нижнекамцы решающий гол. Играя, кстати, в меньшинстве, Челябинск вообще дома уступил Уфе со счетом 0-1. Ну а Уфа третий раз подряд сыграла мячу и третий раз подряд со счетом 0-0. И таким образом Челябинск догнал Уфу в турнирную таблицу. Команд по 15 очков. Но у Челябинцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Волга с восьмого места сразу скакнула на пятое. И в третьем, в следующем туре, 8 июня, ей играть дома против «Зенита» из Ижевска, который пока держится в хвосте турнира на таблице. Ужевской команды два очка после семи матчей. Поговорим об этой встрече через два дня. До свидания. Волга! Волга! Волга!